доброе утро дорогие друзья шалом всем шалом привет доброе утро извиняюсь за опоздание чуть-чуть мы запизднили сегодня на украинском опоздали это запизднились вот так вот дать люди как на разных языках разговаривают и какие разные звуки издают чтобы понять одни и те же слова late i'm late я опоздал а на украинский запизднился просто просто опоздал самый простой язык а на иврите я опоздал и харти цаты харти слиха алихур жена мне подсказывает слиха аль и хур представляете тоже как-то звучит странно слиха аль и хур да хорошо дорогие друзья до скоро шаббат поэтому начинаем сегодняшний урок чтобы максимально его активно быстро пройти значит мы сегодня заканчиваем восьмую главу был у нас отрывок 35 и мы закончили в тот раз что тот кто нашел меня нашел жизни и мы говорили что доверите жизнь это жизни во множественном числе до 2 жизни нашел и жизнь в этом мире нашел чья который нашел тору и жизнь в мире грядущем и значит ваефек рационный ашем и он свой рацион свое желание он вы как бы вытаскивает достает от бога из бога и это очень очень хорошо и приятно да теперь двигаемся дальше дальше 36 отрывок 36 отрывок восьмой главы это последний сегодня до отрывок главы значит выходе тот кто грешит против меня хомес на все он на самом деле грешит против своей души это очень сейчас мы разберем уникальная такая вещь хомес на все коль мисс она и а в умовых каждый кто ненавидит меня любит смерть очень такой не как бы не то чтобы непонятный отрывок отрыва который очень много разъясняет нам значит что такое грех давайте разберемся что такое грех вот добро зло грех значит вообще непонятно что такое грех вот если возьмем простого человека берется простой человек который смотрит на окружающий мир и он думает что такое добро думает он добро это когда у меня все хорошо это он это он как бы это он ощущает как добро и он думает отлично вот значит то выпьем выпьем кофе до думает человек классно это добро теперь и значит выпивает он чашку кофе вторую чашку кофе третью чашку кофе ему все это добро 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 бах потом и умер интересно что если выпить я читал два литра кофе подряд крепкого кофе умираешь а то от избытка кофеина в нервной системе ну то есть два литра читал надо выпить кофе крепкого чтобы создать ситуацию при которой представляете то есть вроде бы безобидный напиток вкусный вроде бы это добро два литра и нет человека так вот секундочку это теперь мы можем глубже копнуть человек идет по улице смотрит кто-то купил себе кофе он значит думает ну кофе до добро одну чашку полезно полезно и забрал этого человека его кофе он ему говорит слушай ну я же для меня важнее чем ты то есть по понятное дело что кофе я люблю кофе это добро значит все тот второму говорит так нельзя у меня забирать это же мое добро то за это кто сказал что твое добро где это вообще написано что это твое кто вообще разделил твое мое там знаю говорит добро это я хочу кофе твой забрать тот говорит хорошо берет лопату его лопатой и убил и говорит а что он же у меня кофе забрал то есть все в этом мире очень относительно то что одному кажется добром например воюют две страны одна страна говорит мы значит мы правы вторая страна говорит нет мы правы и они убивают других про за мир правду авторы убивают тех в обратную сторону с теми же криками за добро за мир за правду так что где добро значит если отдать вот это вот решение что такое добро что такое зло на определение самому человеку то каждый человек будет действовать исходя из того что лично ему причем лично ему в данный момент время за добром каждая чашка ему кажется добром в итоге это его убивает примеру то есть сам человек он не может определить что такое добро что такое зло потому что это очень субъективно и зависит от множества факторов теперь бог создатель мироздания он установил что такое добро что такое зло и он так как он создал человека он создал единую систему единая система мироздания в котором есть один бог в котором он установил правила добра и зла по которым люди должны жить теперь дальше написано выходе хомес навшо тот кто грешит грешит это нарушает правила бога он делает вред своей душе то есть богу внести бог установил правило вот мир работает вот так сказал он вот ты человек вот я тебя сотворил в этом мире вот в тебе есть душа вот тебе этот мир действует давай живи теперь от твоих действий зависит то что вот ты будешь делать когда говорится бог наказывает показывает он создал систему например вот мы возьмем пример израиль и там палестина к примеру значит если хамас стреляет ракетой то в ответ летит ракета это наказание или это реакция или же человека берет и идет переходит дорогу на красный свет его сбивает машина это наказание за то что он шел через дорогу или это следствие того что он нарушил правила дорожного движения здесь написано в 36 отрывки что тот кто грешит он грешит вредит душе своей то есть он против себя грешит и вот тут очень важный момент такое и за разные преступления смертные казни например за прелюбодеяние что такое прелюбодеяние это когда замужняя женщина изменяет мужу то и женщину и того с кем она совершила прелюбодеяние по торе так или например за идолопоклонство смертная казнь в чек который служит идолом смертная казнь написано даже участник на главе маха шибала тихая колду колдунью не оставляю живых колдунью надо убить что это такое разве это добрый бог разве любовь разве это за что бог хочет наказать бедную колдунью или там за что в чем в чем ответ в чем ответ значит ответ следующем о когда человек грешит и получает за это следствие наказание это мы привыкли называть наказание он получает следствие которое ему делает больно плохо там и так далее иногда даже так больно что его убивает смертная казнь это идет исправление его душе идет исправление его душе то есть на самом то что он грехом своим согрешил и он сделал вред своей душе то бог в этом и про его любовь бог дает ему возможность очиститься через вот это страдание которое он получает мире и сохранится для вечного мира при условии что он давайте я попробую закрыть другие программы может быть из этого сейчас вот может быть сейчас будет слышно лучше я надеюсь а может это я заикаюсь сегодня так вот еще раз давайте разберемся написано здесь так вы хоть и то-то согрешил что он против своей души согрешил то есть у человека есть внутри есть тело биоробот такой да биоробот который движется там несколько десятков килограммов мяса костей с жидкостью межлеточной и вся эта система она вот такая вот прям шевелится и чек ходит куда-то потом он что-то хочет и так далее пусть ходит пусть хочет это все как бы живет и живет теперь есть теперь есть у человека есть у человека почему же плохая связь но я не буду отключаться надеюсь что потом он загручится загрузится и будет лучше видно так вот еще раз услышите значит есть у человека есть есть биоробот да это тело 7 у меня 80 килограмм мяса костей и межлеточной жидкости теперь теперь дальше дальше есть у человека внутри то что называется нефеш это животная душа и есть божественная душа то есть есть божественная душа которая соединена с богом она соединяется внутри в интеллекте человека соединяется с его намерением намерение это то что называется воля дух желание это намерение человека его направление вот внимание и движения и теперь дальше есть у человека нефеш это животная душа которая это его телом управляет его вот этими 80 килограмм костей и мяса теперь вот это вот божественная душа она божественная она как бы бог он вечный он всесильный он там бог создатель мироздания то есть он чистый там не может быть греха теперь дальше здесь у человека есть интеллект и он выбирает куда ему двигаться идти по системе бога добро зло заповеди делаю запреты не делаю или ему идти по системе какой-то другой там система бывает свои желания или желания других людей в принципе из три системы божественная система это тора моя система это мои сиюминутные желания то что я сейчас хочу и третья система это система людей которые меня заставляют что-то делать выбора другого нет то есть понятно да дальше у человека есть хороший вопрос от леса маринет задала мысли мысли человека это его мысли человека написано прям мы уже учили много мыслей в сердце человека а замысел бога он исполнится то есть реальность это уже то что действие это все бог божественная реальность то есть то что из мыслей пошло пошло уже в реальность это уже вот реальность этим бог управляет она состоит из множества векторов направления то что разные люди хотят делать и решают делать на их взаимодействие появляется внешняя реальность теперь нас волнует вопрос по какой системе ты живешь по какой системе оценивать твои действия и поступки ты сам себя оцениваешь что естественно человек себя оценивает я молодец я молодец а если не молодец что у меня есть объяснение почему они молодец по своей системе но системе я сам ее придумал или придумали люди или эта система божественная бог теперь здесь написано то согрешил против бога вот прям написано 36 отрывок тот кто согрешил против меня он вредит своей душе бог говорит ты мне повредить не можешь мне все равно будешь ты соблюдать или нет у бога ничего не поменяется он мироздание держит а вот у тебя поменяется то есть ты когда идешь против меня ты идешь против себя это как вот смотрите мы когда кушает вот простой пример он кушает еду какую-то вкусную он делает себе хорошо вроде делает но сегодня у кушает много безостановно наедается он даже умереть от него может то есть его первое как бы последствия ему вкусно по факту делает себе плохо теперь когда человек идет против бога и кажется что он делает себе хорошо когда он не соблюдает шаббат когда он не соблюдает заповеди когда он делает там ну обычно богу идут против бога в вопросах питания секса и то есть когда есть какие-то запреты временные и человек говорит нет я хочу есть то что я хочу спать с тем я хочу и делать то что я хочу в этот момент он вредит душе своей и получается дальше продолжение в коль коль миссана и все кто ненавидят меня а в умов от все кто любят меня любят бог говорит все кто ненавидят меня любят смерть теперь вот здесь вводится еще параметр такой любовь ненависть то есть любовь ненависть это эмоциональные два проявления любовь как мы говорили само слово любовь это на иврите любовь это тоже самое почти слова по числовому значению как слова 1 то есть любовь объединяет любовь объединяет если я кого-то люблю то с тем что я люблю я объединяюсь например я люблю кофе я пью кофе я с ним соединяюсь я люблю там весну я жду весну хочу быстрее чтобы была весна чтобы с весной соединиться я люблю свою жену значит что это значит я хочу женой быть вместе да то есть любовь это то что соединяет теперь ненависть что такое ненависть это то что наоборот другая эмоция разъединяет то что я ненавижу я хочу чтобы или от этого отдалиться максимум чтобы меня не было с этим или я хочу это даже уничтожить чтобы его не было того что ненавижу в принципе чтобы с ним даже не было возможности сблизиться вообще хоть когда-нибудь теперь говорит нам бог вот здесь в 36 отрывке 8 главы все кто ненавидят меня любят смерть то есть получается бог это жизнь это источник жизни отсутствие бога это смерть то есть темнота нет такого понятия как темнота самого по себе темнота это отсутствие света есть свет там где есть свет то все свет это реальность темнота это не реальность темнота это отсутствие света нету света стало темно. Есть свет, стало светло. Свет это реальность, темнота это нереальность. Свет это сила, темнота это отсутствие света. Теперь говорит нам, говорит нам царь Соломон от имени Бога, от имени Торы, Тора это как мысль Бога, что тот, кто ненавидит меня, получается тот, кто ненавидит Тору, он любит смерть. Тот, кто ненавидит Бога, он любит смерть. То есть человек или он растет в духовном плане или он падает стоять невозможно это как ледяная горка то есть как только ты останавливаешься в духовном росте опты скатываешься вниз все мы закончили восьмую главу и у нас есть еще не будем тогда продолжать потому что девятая глава начинается очень интересная там прям глубокая такая мысль давайте тогда мы закончили восьмую главу и следующий раз начнем девятую главу мы начнем тогда воскресенье теперь значит любовь соединяет в принципе все что ты любишь ты с этим соединяешься через любовь любовь к богу соединяет тебя с богом любовь к растениям соединяет тебя с растениями любовь к чаю соединять я с чаем с борщом с хочешь соединиться полюби борщ все понятно теперь все на этом мы закончили всем шаббат шалом кто соблюдает шаббат шаббат шалом значит с богом можно соединиться выполняя его какие-то заповеди изучая тору все то что мы и делаем и молитва молитва и благодарность то есть когда ты что-то взял например да вот я как раз попил кофе а до этого я кушал кушал без хлеба я после еды должен сказать такую молитву да как бы барух а то а дуйной и луэйну мэлэха олам бурэйны фашот работа в их астронан аль коль маша барала хайот бэмнех шкульхай барухей а оламин значит перевод этого благословения после еды без хлеба благословен ты бог благословен ты бог всесильный наш царь мироздания царь правитель мироздания бурэйны фашот работ который сотворил множество не фашот множество живых существ в их и странам и он сотворил для них всех то что что им не хватает это очень глубокая мысль благословен ты бог царь вселенной который сотворил все живые существа и все что им не хватает аль коль маша барала хайот за все что ты сотворил чтобы им давать жизнь баруха оламин благословен ты оживляющий мир и вдумайтесь какая какая крутая тема то есть бог так сотворил систему он сотворил живые существа у каждого чего-то ему не хватает и бог сотворил все то что им не хватает чтобы они могли дополнить свое нехватание вот это и получается что вот я мне не хватало еды я поел и мне стало хватать и я говорю благословен ты бог оживляющий мир и то есть он так мудро все сделал что система сотворена где с каждому что-то не хватает и он каждому дал то что ему не хватает и в этот момент когда мы получаем то что нам не хватает мы благодарим бога и просим его и тут очень крутая тема очень важная вот сегодня я как раз на эту тему задумался чем больше мне не хватает человек может себе создать такую нехватку в мыслях и он молится богу дай мне то что мне не хватает но по факту если бы человек замечал но вот жил бы в реальности то ему не хватает очень мало человеку не хватает очень мало это очень легко получить и легко жить в состоянии постоянного наслаждения жизнью удачи успехов всем пока